Легендарная Ива Ветла Марии, растущая на территории экопарка Сенгелеевские горы, претендует на звание Российское Дерево Года. Это национальный отборочный этап ежегодного международного конкурса, который проводится уже 10 лет подряд во всех европейских странах. Среди претендентов 47 отечественных деревьев из разных уголков страны. Где и как можно поддержать участницу из Ильяновской области, расскажет наш корреспондент Яна Федорищева. Смотрю сквозь ворота, и вот на этом дереве, и это все дерево в звездах. Не иначе как чудо вспоминает Галина Федоровна плакучая ива в серебристо-белом сарафане из тысячи листьев где-то на краю района. Поселок образовался где-то в 1928-1927 году. Тогда многие переехали в Бикетовке. Где-то сначала у них было всего там 13 домов, потом 55. Ну а вот в последнее время уже все, все почти разъехались, и никого там жителей не осталось. Почти два века подряд легенды Утяжкинской лозы хранились в родовом имении Гроскоп. Здесь воспитывали три поколения Марий. Когда последняя изнаследница усадьбы решила продать, выбор пал на местного краеведа Галину Максимову. Он сгорел, в общем-то, дома не было. Мы поэтому старенький там, ну, поставили летом, приезжаем. Вот как дача там у нас. Место красивое, за грибами, за ягодами ходят. Из легенды «Былий» собралась уже целая книга. Она начинается с небольшого рассказа о намоленном предками месте, где и сегодня прямо на стволе возвышается забытая кем-то металлическая иконка. Долгие годы она лежала здесь же, под ивой, вместе с находкой. У дерева появился и новый статус – живой памятник природы. В 2018 году мы провели исследование, и по результатам исследования возраст дерева 174 года. Это уникальное дерево. Высота ивы более 18 метров и ширина диаметра ствола более 5 метров. В народе ее называют «ветлой Марии», и теперь она 21-й претендент на почетное звание «Российское дерево года». Но сегодня утяжкинская ива немного отличается от той фотографии, что несколько месяцев назад отправляли на конкурс. Ветер очень сильный был, и вот эту верхушку самую, одна сторона осталась, а другая сторона сломалась и просто повисла. Но мы ее не можем там ни достать, ни убрать. И, скорее всего, история таинственного дерева вот-вот закончится. Поддержать главную иву страны еще можно на сайте всероссийской программы «Россдерево.ру». Поучаствовать в онлайн-марафоне и оставить свой голос за сенгелеевскую красу можно до 1 августа включительно. Яна Федорищева и Денис Миронов. Вести. Ульяновск. Село Утяжкино.